Курская область Курская область Курская область Курская область Американская корпорация RT-X возместит Германии ракеты для комплексов Patriot на полмиллиарда долларов. Эстония потратит почти 100 миллионов евро на реконструкцию трассы для приема натовской техники. Москва выслала сотрудника посольства Молдавии. 38 беспилотников и 8 кораблей армии Китая вновь приблизились к Тайваню. Сам Тайвань увеличит следующий оборонный бюджет на 6% почти до 20 миллиардов долларов. Индия проводит масштабные военные маневры на границе с Китаем. Шеф Пентагона Остин США и Австралия начнут совместное производство высокоточных ракет. Хьюлетт Паккарт эвакуирует производство из Китая в Индию. Британский премьер Стармер созвал второе экстренное заседание из-за непрекращающихся антимигрантских беспорядков. Газета Guardian крайне правый планирует устроить новые погромы. Уже арестовано больше 400 участников беспорядков. Британские левые активисты тем временем разгромили еще один оружейный завод компании Elbit Systems. Харрис берет кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Уолтса. Ранее тот разрешил аборты и марихуану. Двое уже выступили на митинге в Пенсильвании. Трамп на посту вице-президента Уолтс устроит ад на земле. В Японии вспоминали жертв Хиросимы. Выступавший Кисидо не упомянул США, зато раскритиковал Кремль за угрозы применения ядерного оружия. Российскую делегацию не приглашали. Продолжает падать рынок грузовиков. КАМАЗ к концу года ожидает сокращение сбыта на четверть. Опрос Института Гайдара. Почти 70% предприятий импорта замещают под санкционные станки китайскими аналогами. Продажи в новостройках Москвы рухнули на 40% в июле после отмены льготной ипотеки. В первом полугодии число обанкротившихся застройщиков выросло на 12%. Причины – рост цен на стройматериалы и дефицит рабочей силы. Ультраправый Северный Человек провел облаву на мигрантов в подмосковном Одинцово. Вместе с полицией задержали больше 100 человек. А в Сергеевом Посаде рейды готовят движение «Непримиримость» и отряд «Правый Радонеж». Количество вакансий для разработчиков видеоигр с января выросло на четверть благодаря госзаказу и приходу на рынок азиатских компаний. Только в августе работодатели разместили 270 тысяч вакансий с зарплатой от 400 тысяч в месяц. Бывший лидер Союза правых сил и губернатор Белых после освобождения из тюрьмы занял пост замдиректора кондитерской фабрики «Пермская». В Нижнем Тагиле суд отправил под домашний арест мастера Грифского, работника местной газовой службы. Также задержаны два слесаря. На прошлой неделе в городе взорвался подъезд одного из домов. В России возвращается ковид. Прирос за последнюю неделю почти 8 тысяч или 28 процентов. Подъем фиксируется в 58 регионах. Рынок стоматологических услуг вырос за полгода на 20 процентов, до 263 миллиардов рублей. Из-за НАПы, из-за высоких цен и ажиотажа на железной дороге не могут выехать туристы. За билеты просят до 70 тысяч. В Свердловской области власти Ревды с третьей попытки демонтировали таки постамент под Лениным. Сломался гидравлический молот, был создан штаб по поиску решения. Мизулина отказалась принять извинения Лебедева за критику в эфире и на агента Дудя. Будет суд. На фоне замедления Ютуба его посещаемость в России продолжает расти, сообщает Медиаскоп. За последнюю неделю, хотя бы раз в сутки, на недружественный видеохостинг зашли больше 82 миллионов человек. В этой связи не забудьте подписаться, нажать колокольчик и подключиться к нашему каналу в Телеграм.